Задачка. Я хожу в походы с такой группой, называется группа Дмитриева. Походы происходят по субботам. Каждую субботу мы идем в поход. Когда зима на лыжах, когда лето, бегом, ну там в основном зимой ходят народ. Большие количества народа ходят зимой. Так вот в этом году мы ходили 29 февраля. В этом году 29 февраля попало на субботу. И я задал вопрос всем, когда это произойдет в следующий раз, через раз и через два раза. То есть когда еще три следующих даты будут, что 29 февраля будет суббота, и соответственно группа будет выходить в это замечательное число. Первый наивный ответ, что это будет через четыре года в 2024 году, является неверным. Потому что через четыре года это будет не суббота. А как понять вообще, что это будет в 2024 году, если в 2020 это была суббота? Давайте смотреть, как вообще понять это, вот как узнать 29 февраля не будет ни в 2021, ни в 2022, ни в 2023 годах. Вопрос, как мне узнать, какой это день недели будет в 2024 году? Ну смотрите. День недели это остаток по модулю 7, остаток отделения на 7. Соответственно надо посмотреть, сколько дней пройдет от 29.02.20 до 29.02.24. Сколько дней по модулю 7? Ну это на самом деле 365, плюс 365, плюс 365 и плюс 366. Потому что с этой даты до 28 февраля следующего года пройдет ровно 365 дней, как от обычного 28. Потом, соответственно, до 28 снова 365, до 28, 365 и до следующего 29 уже 366. То есть будет три обычных года, один високосный. И вот это надо взять по модулю 7. Остатка длина на 7. Ну в году 52 недели и один день, если это обычный год. Поэтому здесь один, здесь один, здесь один, а в необычном високосном 2. Поэтому это 5, мод 7. Итак, это будет суббота плюс 5 дней. Что такое суббота плюс 5? Это четверг нашей. В нашей конечной арифметике дат и календарей суббота плюс 5 равно четверг. А суббота плюс 7 равно суббота снова. Вот, ну и вопрос теперь, как найти следующий раз, когда суббота плюс 5х будет снова равно субботе. То есть через сколько високосных годов 29 февраля станет субботой? Через столько, чтобы суббота плюс 5 умножить на это количество, было равно снова субботе, что то же самое, что 5х делится на 7. Потому что нужно, чтобы было целое число недель. Но, так как 5 и 7 взаимно просты, то это то же самое, что х делится на 7. Поэтому придется пропустить 7 високосных годов. Точнее через 7, через, на 7. 7 високосных. Вот, но это означает 28 обычных. 28 всего. Поэтому следующий раз, дай бог дожить, 74-летний старик Алексей Саватеев возьмет лыжи и пойдет в поход 29 февраля с группой Дмитриева. А еще через раз, это будет еще через 28 лет, то есть в 2076 году. Мне будет 102 года на данный момент. А еще раз, кажется, ответ 2104. Нет! Как это нет? Все же мы уже поймали всю закономерность, каждые 28 лет это происходит. Ну думайте, я ставлю на паузу. Точнее вы ставьте на паузу. Думайте, почему это неверный ответ? Почему в следующий раз не в 2104? Открываю карты. 2100 год не является високосным. Потому что календарь устроен так, что каждые 100 лет в високосный год не проводится. Там сдвиг на несколько минут происходит. На самом деле, когда вы добавляете лишний день раз в 4 года, это слишком много получается. То есть добавлять надо не лишний день, а лишние 23 часа там с каким-то количеством минут. И поэтому за 100 лет накапливается один год, который не должен быть високосным. То есть суть в чем? Когда Земля летает вокруг Солнца и одновременно вертится вокруг своей оси, количество оборотов вокруг своей оси в процессе одного года не является, естественно, целым числом. А с какого бодуна оно должно было бы быть целым числом? Что Господь создал Землю и эти две орбиты так, чтобы ровно был резонанс, это было бы круто. Кстати, там есть интересные моменты, связанные с резонансами, с платоновскими телами и расположением планет. Но это ладно. Короче, на самом деле приближение будет, да, но если бы хотя бы, ну то, что оно не целое, мы и так знаем. Мы просто думаем, что это 365 целых и одна четверть. Кстати, поймите, почему на самом деле это не 365 и одна четверть, а 366 и одна четверть. То есть тут два неожиданных утверждения. Во-первых, 2100 год невисокосный. Во-вторых, Земля за год оборачивается вокруг своей оси 366 целых одна четверть раза, а не 365. Но подсказка, что еще один оборот, она как бы навстречу. Короче, думайте, не буду подсказывать. В общем, это не точно, это приближенно, поэтому каждый сотый год должен быть невисокосным. Как же так? А 2000 же был високосный. Правильно. Если сделать каждый сотый невисокосным, через 400 лет накопится опять в другую сторону, поэтому каждый четырех сотый еще и високосный. Поэтому 2000 был високосный. А вот 2100 високосным не будет. И поэтому, и поэтому, и поэтому. Придется опять посмотреть на общую схему эту. После субботы будет четверг, после четверга будет вторник, после вторника будет воскресенье, потом мы перепрыгиваем через субботу до пятницы, потом среда, потом понедельник и снова суббота. То есть вот это вот как бы если вот в этом году, в 2076 это было, 76, да, то в 80-м будет так, в 84-м так, в 88-м так, в 92-м так. Значит, в 96-м так, а здесь не так. Все. В 2000 году не будет високосного года, и поэтому, внимание, в 2000 году, где-нибудь напишу здесь, ой, в 2100. В 2100 год понедельником будет 1 марта, а не 29 февраля, которого нет. В 2600 году нет 25 февраля, поэтому вместо него сразу наступит 1 марта, и оно как раз станет тем самым понедельником. И что? А то, что... Теперь надо аккуратно понять, что будет в 2104 году. Смотрите. на самом деле на самом деле мы теперь берем в следующем году 1 марта через раз 1 марта, через раз 1 марта, и еще через раз, и вот этот через раз как раз вместо 1 марта и будет 29 февраля. То есть от 1 марта 200 года до 1 марта 2100, 2100 года пройдет 365 дней, поэтому сдвиг будет на 1 день. Потом до 2102 года до 1 марта снова будет 365 дней, потом до 2103 1 марта тоже 365, а до 2104 1 марта уже 366, поэтому до 2104 29 февраля как раз тоже 365. Поэтому надо просто прибавление одного дня сделать 4 раза подряд. Вторник, среда, четверг и пятница. Вот. Вот так. То есть 2104 году 29 февраля будет пятницей. Пятницей вместо 1 марта, который был бы пятницей, если бы это был невисокосный год. Ну а дальше снова по схеме. Раз в четвертом году пятница, то в восьмом году среда, в двенадцатом году снова понедельник, видите, да, тут вышел такой небольшой этот самый сбой программы, а в шестнадцатом году суббота. Поэтому правильный ответ напишу прямо на своей физиономии его. 2048, 2076, 2116. Здесь 40 лет пройдет. То есть кому-то очень не повезет, он всего два раза в жизни сходит молодым совсем и совсем стариком, да, вот так. Ну а дальше можете сами продолжить, как дальше эта схема происходит. Там тоже сбои, каждые сто лет происходят сбои. Я их как-то ехал на лыжах, как раз ровно 29 февраля мы катались на лыжах, была нормальная лыжная погода, в отличие от многих дней этого года. И я просчитал до 2500 какого-то года включительно все на ходу. Ну вот вам тоже самое рекомендую сделать. Огромное спасибо всем, кто стал нашими патронами, а те, кто еще не стал, мы всех приглашаем стать. Записывайтесь на Patreon.